НЛУ-Медиа представляет. Что изучают гуманитарии? Дорогие слушатели, добрый день. Я Александр Скидан, редактор отдела практика журнала «Новое литературное обозрение» и серии поэтической «Новая поэзия». И сегодня очень рад представить вам двух поэтов, критиков, исследовательниц и теоретиков поэтического языка в связи с выходом книги Екатерины Захарьков «Версии волны» или «Версии волны через косую черту». Катя, добрый день. Рад приветствовать в нашей студии. Добрый день, Александр. Добрый день, Аня. Взаимно очень рада. Да, и сегодня с нами Анна Родионова, автор предисловия книги, тоже поэт, критик, теоретик поэтического языка, исследовательница. Добрый день. Да, здравствуйте, добрый день. Очень рада встретиться в такой компании. Книга вышла в 1923 году. Мы её сложным образом готовили. Понятно, что это было время непростое. Очень мучительное даже в каком-то смысле. Тем не менее, нам удалось эту книгу довести до ума. Она вышла. Огромное спасибо и Кате за сотрудничество, и Анне. Хотел бы начать наш сегодняшний разговор с вопроса, с одной стороны, технического, с другой стороны, мне кажется, он вводит прямо в сердцевину проблематики поэтического письма, которое практикует Екатерина в этой книге и в других своих исследованиях. Касая черта. Версии волны или версии волны. Касая черта присутствует также и в названиях некоторых разделов, вошедших в книгу, и циклов. И, очевидно, это такой программный знак, программный элемент поэтики, можно сказать. Мы знаем, что в стиховедении, например, «касая черта» обозначает строкораздел. Но очевидно, что здесь «касая черта» используется не только в этом смысле, а скорее как некий образ мембраны, посредника между разными средами. И она одновременно и разъединяет эти среды или медиумы, или какие-то вещи, или людей, но и соединяет. Но соединяет каким-то странным образом. Это такое соединение-разъединение. В этом есть какой-то холодок отчужденности и дистанцированности. Я бы хотел начать разговор просто с этой косой черты. Что значит это разделение? Что значит это близость-дистанция в твоем поэтическом письме, Катя? Да, спасибо за интересный вопрос. На самом деле, сейчас, услышав его, я немного почувствовала себя, как будто меня стали врасплох, потому что прошло некоторое время с выхода книжки. Не такое длительное, но сейчас время очень сильно ускорено. И как будто это было совсем в прошлом. Мне пришлось вернуться быстро, большими темпами, большими прыжками вернуться в прошлое и вспомнить об этой косой черте, об этой концепции. Я вспомнила, что я на самом деле рассуждала на эту тему. И косая черта в моих рассуждениях выступила немного синонимично к другому графическому знаку, к скобкам. И в своих научных работах я немного об этом писала. Я исследовала прагматику графических знаков в стихотворениях. И в частности скобок. Меня интересовали скобки в поэзии Ники Скандиаки и Сколопина, по-моему. И я пришла к такому выводу о том, что скобки, в общем-то, ну то есть есть закреплённая за неё функция. Скобки, как некоторый комментарий к общему высказыванию, как что-то, что подключается к большому дискурсу в качестве чего-то менее значимого. И именно вот эта идеологическая семантика отсылающая к иерархии, что что-то помещённое, что-то, возможно, менее значимое меня привела к тому, что я выбрала всё-таки слэш, а не скобки. Но вот есть это для меня центральное значение, которое повлияло вообще, в принципе, на выбор знака слэш, а не запятой. То есть не скобки, потому что это не отсылает к иерархии, не запятая, потому что запятая отсылает к списку, а список как будто несёт в себе значение противопоставления, что в списке есть пункты, которые обязательно противопоставлены друг к другу. Как мне кажется, в знаке слэш этой семантики нет, нет этого значения. И я узнала ещё о том, что вот есть в логике тоже скобки и тоже слэш с синонимичным значением. Это значение портала в параллельную реальность. Это значение появления некоторого мира. Этот портал, который открывается, позволяет этому миру длиться одновременно с тем, что было заявлено до него. То есть этот знак позволяет нарушить линейность, которая, например, опять же, с запятой была проявлена или с точкой. Таким образом, что у нас появляются две длительности, происходящие симультанно. Мне показалось, это очень подходит, потому что очень подходит моей поэтике, потому что мне, в принципе, близка идея возможности помыслить какие-то реальности. Например, тот же поэтический дискурс и, например, академический дискурс. В общем-то, это видно в моей книге, что когда она собиралась, и практически все тексты, которые вошли в неё, были написаны одновременно своим вхождением в академию, с написанием диссертации. И я чувствовала всегда эту раздвоенность дискурсов, раздвоенность реальности. И, может быть, конкретно в этих словах версии волны, хотя я допускаю прочтение волны также, потому что это ещё какой-то вариант. Ещё какая-то вариация. Как будто есть тоже в этих словах, уже отходя от графического знака, тоже есть некоторая взаимоопрокинутость, взаимоотражённость, но с некоторыми интересными семантическими смещениями. Потому что, что версия предполагает некоторое повторяющееся движение, что волна, как будто волна больше относится к материальному миру или, может быть, чувственному, а версии больше к интеллектуальному и в каком-то смысле университетскому. Но сейчас я бы не стала бы так, может быть, этот сюжет сильно подчёркивать. Вот так. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Да, спасибо. Я тоже думаю, что это очень точное название в плане такой имплицитного выявления поэтики книги, потому что волны движутся, это действительно материя движется, идёт волна волне хребет, ломая, вспомним, Мандельштама, да. А версия – это как будто бы какая-то когнитивная сетка, которая накладывается на эту материю и её пытается как будто бы структурировать, но на самом деле это тоже очень подвижная, ломкая, кристаллическая структура. И здесь как раз-таки косая черта выступает как некая слюда, опять же, мембрана, если возвратиться к метафоре, которую я предложил в самом начале. Это две парадигмы, две среды, которые взаимопроникают друг в друга. Мне кажется, это очень точная на самом деле характеристика твоей поэтики, потому что она образцовым образом соединяет в себе именно какую-то чувственную составляющую, отсылающую к телесному опыту и интеллектуальную решётку речи. Анна, вопрос у меня к тебе, как исследовательца, в том числе и поэтике, Екатерина Захарьков, ты написала замечательное, очень точное предисловие, и в одном месте этого предисловия ты выхватываешь как центральное, ключевое положение книги или фразу этой книги, завершающую строфу из последнего стихотворения «Быть читательницей», то есть участницей фрагмента, точка, технически этого мира. Я абсолютно согласен, что это краеугольная строчка в этой книге, хотя она и в конце, это как бы замковый камень, потому что здесь действительно присутствует с одной стороны читательница, а не читатель, например, и не писатель или писательница, не поэт или поэтка, или поэтесса, и участница фрагмента, то есть здесь действительно собрана вся поэтика книги, технически этого мира, и вводится действительно некое предположение о мире, технически этого мира, то есть здесь тоже мир как бы невидимым образом соскальзывает в косую черту, потому что кроме этого мира, может быть, есть какой-то другой, есть иные версии этого мира. Но технически мы имеем дело с этим миром. Это очень действительно богатый образ, но помимо этого в предыдущей строфе есть очень жестокий, очень насильственный образ «набить на лобке научные термины». И вообще все стихотворение звучит как такое отчаяние, пусть приглушенное, глухое отчаяние, которое подразумевает под собой расставание с целым каким-то конгломератом вещей, которые просто ухнули в прошлое, превратились в фрагменты технически этого мира. Эти фрагменты, возможно, мы никогда больше не сможем собрать. Что для тебя в этой поэтике фрагментарной, сводящей во едино телесность феминистское письмо, феминистский опыт? И абстракцию, теоретизирование, что для тебя является самым цепляющим, торкающим, по-настоящему головокружительным? Да, спасибо большое за замечательный вопрос и за замечательное рассуждение, которое мне тоже очень близко. На самом деле задевает глубоко буквально всё. Но вот, пожалуй, именно вот эта деталь, этот момент сочетания материального и дискурсивного, телесного и абстрактного меня особенно сильно привлекает здесь. Привлекает и как человека, который пытается осмыслять поэзию, думать о ней, и как пишущего поэзию человека тоже. Мне кажется, что здесь Катя очень интересно и инновативно работает вообще с ролью языка. То есть у неё ведь совершенно не такой холодный, отчуждённый язык. Это совершенно другая поэтика. Язык здесь всегда каким-то образом включён в телесное, в домен тела. И это не всегда какое-то очень благостное, приятное включение. Часто это действительно что-то очень травматичное, собственно, как в этом тексте. Но это всегда очень осязаемое включение. И я в своём предисловии назвала это материально-дискурсивной феминистской чувствительностью. Действительно, мне кажется, здесь очень важно, что Катя обращается иногда прямо, иногда косвенно к феминистской теории, в том числе к новейшей, которая в том числе проблематизирует язык и его место в мире. Его способность описывать мир. Например, Карен Барат, чья теория, насколько я знаю, достаточно важна Кате, пишет как раз про материально-дискурсивные практики в каком плане? В том плане, что мир не может быть описан исключительно языком. То есть есть те вещи, которые включены в мир наравне с языком, и язык не обладает какой-то принципиальной, исключительной способностью репрезентировать вещи. Вещи иногда являются как-то иначе, не через язык, а через материю, через перформативность и так далее. И вот этот подход к языку, мне кажется, очень важен в случае с этой книгой и вообще с рядом практик современных поэток. Действительно, язык становится таким соучастником, включающим себя наряду с другими процессами. И вот мне здесь очень нравится один текст, возможно, Катя еще к нему обратится, который начинается 0.27, пишу этот текст мысленно, качая младенца. Вот здесь как раз такая очень иллюстрация яркая вот этой включенности языка и процесса письма в какую-то повседневность, которая такая почти документальная. С одной стороны. С другой стороны, это еще и интересный и совсем не буквальный пример фреймирования. То есть мы как бы верим этому тексту, что он действительно написан мысленно, когда субъектка этого текста качает младенца, смотрит в окна напротив, но в то же время мы понимаем, что если текст записан мысленно, он не может быть нами прочитан. То есть каким-то образом он оказался записан как-то иначе. И такие вот переходы между материальным и дискурсивным, между документальным или псевдодокументальным и все-таки фикциональным, вымышленным, воображаемым у Кати довольно много. И мне кажется, это тоже очень важно. Почему важно? Потому что эти тексты, несмотря на вот эту достаточно тесную связь между дискурсом и телом, они все-таки далеки от мифа непосредственности телесного восприятия. То есть эти тексты не обращаются ни к языку, ни к телу, как мне кажется, как некой последней инстанции. И поэтому мир здесь совсем не плоский. Он действительно сложно устроен. И возможно поэтому тоже вот эта строчка возникает про читательницу как участницу фрагмента технически этого мира. Да, мир вовсе не плоский, это не какие-то плоские антологии, где все уравнено и все из-за этого однообразно. Нет, он достаточно сложен. И как раз вот этот способ такого сложного многообразного сшивания телесного и дискурсивного дает как бы проанализировать свой доступ к этому миру, понять, чем он обусловлен в каждом конкретном случае, через какие фильтры проходит наше восприятие и как читательниц, и как писательниц. И этим мне, конечно, тоже эта книга очень дорога. Ну и последний момент вот тоже в связи с этим фрагментом, да, крайне плодотворным, это, наверное, обилие цитирования, да, и указаний имён различных теоретикеса, теоретиков, поэтесс, поэтов, которые Катя тоже задействует. И мне кажется, это тоже такой очень точный и хороший способ расширить свою поэтику, показать её включённость в другие контексты и в контексты чтения прежде всего. Вот. И чтение здесь становится не каким-то таким скрытым предшествующим письмо этапом, наоборот, вводится на поверхность. Это тоже одна из практик, так же, как практика письма или думания о тексте, так же, как практика, там, не знаю, укачивания ребёнка или практика каких-то социальных действий, политических действий. И всё это вместе, и всё это дано не в каком-то слепленном коме, да, а у всего этого есть такая очень чуткая среда, к которой Кате, мне кажется, даёт тоже такой очень внимательный доступ. Аня, спасибо за блестящий комментарий, такой даже это можно назвать не комментарием, а введением в поэтику Екатерины Захарьков. Спасибо. Я думаю, что самое время нам послушать несколько стихотворений из книги. Катя? Ну, я, наверное, прочитаю тогда текст, который Аня упомянула в первую очередь, а потом посмотрим. 0-1-27. Пишу этот текст мысленно, качая младенца. Темно и тихо. Смотрю в окна напротив. Думаю о подруге, с которой мы учили песни в туалете спортзала, о парне, с которым гуляла когда-то, чтобы, прощаясь, поцеловаться. Вспоминаю переполненные маршрутки и уазики. А ещё вывеску бытовой техники Кэнди. По ночам заливавшись на пляже. И себя, не спящую, в той спальне-заливе с пришвартованной лодкой, на которой я приплыла сюда, наконец, ощущая, как всё вокруг согревается живым пламенем, лижущим стены, рыжими язычками. Один за другим они выпутались из проводки, проложенной под полом, и теперь ласково облепили меня со всех сторон. Эти чувства сейчас, они что-то другое, чем раньше, как бы дополненное, хотя по-прежнему незаконченное. У них нет названия, их траектории вышиты моросью, на натянутом воздухе ещё отдалённого утра. Однажды они найдут свои имена, пожираемые тенью качели на детской площадке и вновь возникающие у метро. Несмотря ни на что. Идея о языке, как о форме, что продолжается вместе с миром, который она описывает. Этажом выше кто-то пустил самолётик, сделанный из предвыборной листовки. Записываю всё это в телефон. В действительности, я думаю, одно из неизвестных имён чувств принадлежит мне. Оно гаснет в окне московского дома и вспыхивает в окне, вероятно, Кабуле, запрещённым и внезапное точно выстрел. Грудь наливается временем, так как известно, что все часы — молоко, убывающее в неговорящий рот. Во сне, во сне младенца. Быть читательницей — вот что значит это желание. В таких обстоятельствах, в запинающихся вагонах и провожающие пробелы расставлены где попало, в том числе по жилым домам. Прочитать их свидетельства и наше разорванное соглашение. Если на то пошло, вот что я хочу прочитать. Резерв воздуха, который, впрочем, почти исчерпан. Прочитать сердце. Иногда нужно писать, чтобы быть читательницей сердца и воздуха. То есть их свидетельства и разрезанного на две части листа. Открыть одну вкладку сто раз за день. Зайти на твою страницу десять раз подряд. Нужно помнить число, детонировавшее новогодней ночью. Молчаливой, в костюме погасшей звезды. Быть читательницей. Перелистывать пожарного и принцессу. Перелистывать тех, что в огне. Перелистывать сажу. Перелистывать целлофан. Целовать, чтобы читать. Отправить на свалку жесты. Такого рода коммуникации. Испытать тошноту. Набить на лапке научные термины. Упасть, будучи нетрезвой. Сдать все книги в городскую библиотеку. Убаюкать ребёнка. Вернуться или никогда больше не возвращаться. Быть читательницей. То есть участницей фрагмента. Технически этого мира. Спасибо, Катя. Прекрасные стихи. И в них есть какой-то флёр действительно сновидческий. Такой медитативный. Который входит в очень резкий контраст с материальностью тех предметов и обстоятельств. Которые в тексте присутствуют. И сама текстуальность. Действительно она очень такая колкая. Очень ранящая. Завораживающие тексты. И очень больные. Именно за счёт того, что материально здесь вроде бы без всякого педалирования. но присутствует какая-то тяжесть мира. Я думаю, что это одна из таких очень характерных черт в твоей поэтике. И действительно новизна здесь в том, что то, что в конвенциональной поэзии обычно прячется за кулисы, весь этот белый шум повседневности, то, что мы читаем, отголоски чего в тексте всё равно неизбежно присутствуют, здесь ты выносишь на ванн-сцену письма и делаешь предметом собственно поэтической рефлексии. Не пытаясь это спрятать за скобки, вынести за скобки или за кулисы. Это очень сильный и такой честный жест. Мне кажется, это в принципе такая парадигматическая черта определённого типа современной поэзии. Одной из версий современной поэзии. И раньше мне такого рода обнажённость не встречалась. А сейчас я хочу немножко к другой теме обратиться, а именно к вопросу, который меня давно занимает, опять-таки тоже как поэта и критика и редактора. Я наблюдаю такое вымывание художественного образа из поэзии на смену образу, который раньше строился на внутренней форме слова, на какой-то очень такой мясистой, виноградной по Мандельштаму опять-таки семантике, которая как гроздь совершала этот семантический оборот вокруг разных, в том числе оказиональных значений слова. Сегодня этот образ строится каким-то другим способом, и мне интересно об этом было бы с вами поговорить и с Аней, и с тобой, Катя. И, пожалуй, я обращусь сейчас сначала к Ане. Что ты, Аня, думаешь по этому поводу? Надо ли в этом винить, в кавычках, я с иронией произношу это слово, винить новые технологии, скорость, которая с ними пришла, возможность видеть одновременно десятки вкладок в компьютере, при этом слушать музыку в наушниках и еще с кем-то вести беседу? Или все-таки вот этот тип симультанной коммуникации, он все-таки пришел раньше, в 70-е, 80-е, вместе с телевидением и радио в каждую квартиру, когда мы тоже могли говорить одновременно и по телефону, и что-то писать, записывать и делать при этом? Что здесь нового, и что здесь старого? Вообще, нужно ли оплакивать уход художественного образа из поэзии? Или, может быть, это не уход, а какая-то трансформация? Спасибо большое за этот вопрос. Тоже безумно интересный, и интересно думать о нем не только в связи с нашей сегодняшней темой даже, а в целом, я думаю, что здесь влияет и техническое развитие, и то, как оно может переопределять культурную роль образа, культурную роль языка, на котором этот образ создается. Вообще, достаточно много, мне кажется, влияющих факторов, и, наверное, два таких самых важных момента, о которых я бы сказала, это, с одной стороны, тело, которое участвует в порождении поэтического образа, и зачастую поэтический образ имеет вот эту перцептивную реальность, которая есть и в мандельштамовских текстах, которые вы упомянули, и в текстах современных авторов. И вот эта телесность образа, она находится в довольно сильной связи с тем, как вообще существуют современные тела. И современные тела, отчасти виртуальные, киборганичные, они дополнены расширением наших устройств. Мы все постоянно взаимодействуем с экранами и действительно включены в множество-множество разных потоков информационных. Включены не только умозрительно, но часто очень конкретно. Например, мы выходим на улицу, и наше восприятие только отчасти принадлежит улице, отчасти принадлежит все-таки каким-то девайсам, которые вызывают постоянно к нашему вниманию. И это, конечно, влияет просто на те способы схватывать информацию, преобразовывать эту информацию. И поэзия, она, будучи чувствительной к тому, что происходит с информацией, поскольку она сама в каком-то смысле эту информацию фрамирует, перерабатывает, воображает ее иное распределение, поэзия, конечно же, на это откликается. А другой момент — это такое же расширение языка, когда невербальная коммуникация становится еще больше включена в повседневность, когда мы постоянно взаимодействуем с помощью именно визуальных знаков. И это сильно тоже размывает вот эту плотность, эту плотность языка. Как к этому относиться — на самом деле открытый вопрос, потому что ничто не исчезает в никуда. И мне кажется, что поэтический образ, он тоже не столько растворяется, сколько, может быть, меняет свою онтологию. И здесь, опять-таки, мне кажется, важно обратиться к ряду современных теорий. Например, теорий, связанных с экопоэтическим мышлением, которые пишут о том, как тела выстраивают взаимодействие со средами вокруг них, зачастую с помощью языка, с помощью поэтического выражения. И здесь я бы хотела отослать к тем авторкам, о которых упоминала в предисловии к книге Кати. Это Сара Нолан, Шерон Леттик, которые как раз пробуют уловить это пограничное состояние языка, когда он пытается говорить о том, что на самом деле очень сложно вербализировать. То, что только отчасти является языковым опытом и в большей степени опытом перцептивным, опытом средовым. Мне кажется, что это довольно важно. И здесь я бы еще, наверное, сказала про исторические тенденции буквально пару слов. Вот эта ситуация, в которой мы находимся сейчас, с одной стороны, ситуация катастрофы, с другой стороны, это ситуация поэтического разнообразия, когда множество тенденций, которые были актуальны 10-15 лет назад, овнутрились, и между ними снились противоречия. И эта ситуация тоже такой довольно-таки большой размытости, когда феминистская модальность письма, какой-то, может быть, метеориалистский ассамбляж, постконцептуалистские тенденции, постмедиальное письмо — все это прошило друг друга, все это слилось друг с другом и образовало такие гибриды. Я бы назвала современную работу с образами гибридной, поскольку мы, как будто бы, читая вот эти тексты, тексты Кати, тексты ряда других авторов, мы видим какое-то действительно глубинное снятие противоречий, может быть, между языком и внеязыковыми явлениями. И, конечно же, это, с одной стороны, производит этот процесс размывания какого-то, может быть, разземления поэтического образа, который теряет свою плотность, как вы уже сказали об этом. А с другой стороны, это действительно большое пространство для переопределения вообще работы с тем, что может быть выражено вербально. Это очень интересно, потому что, когда есть только способов сказать иначе, показать иначе, в том числе и поэтических, по-новому встает вопрос о том, а почему мы используем именно язык, почему мы все-таки пишем тексты, а не, допустим, снимаем видео или там, почему мы не делаем какие-то коллажи, а пишем тексты. И мне кажется, что это одновременно такая очень тревожная ситуация, дезориентирующая, но в то же время безумно интересная, потому что она позволяет вообще по-новому поставить вопрос о том, что значит писать поэзию сейчас. И как раз один из этих ответов, как мне кажется, есть в книге Кати, где вот этот язык, с одной стороны, постоянно форсируется, упоминается очень много метафор, которые связаны с языком, с дискурсивным слоем выражения. Но при этом этот язык, он как бы ощущает себя уязвленным, он ощущает свою неисключительность. И поэтому так интересно наблюдать за этим процессом, за тем, как с помощью языка ведется разговор о том, что не может быть до конца им выражено. И я думаю, что это действительно любопытная точка, из которой современная поэзия может исходить и уже исходит. Спасибо, Аня. Катя, а что ты думаешь по поводу вымывания, изымания, изъятия или трансформации образа? И, может быть, добавлю еще небольшой вопросик к тебе. Есть ли какой-то ряд современных авторов или авторок, которые тебе близки в плане именно работы с этой новой чувствительностью и созданием образа на пересечении разных средств? Спасибо за вопрос. Я думаю, что мне бы не хотелось сейчас подробно разворачиваться и уходить в какой-то исторический экскурс поэтического образа. Все это, конечно, очень интересно. Но я подумала, что, может быть, интереснее была бы более какая-то спонтанная идея. Вот я недавно прочитала небольшую заметку, я переведу на русский язык, Агамбана, о категории требования, настолько, поскольку мне самой давно интересно категория возможностей и в модальной логике, и в других каких-то практиках. Вот сейчас, например, в практике перевода я активно осмысляю то, как возможность, как некая потенциальность может быть отрефлексирована, концептуализирована в процессе перевода поэзии с одного языка на другой. И чем в этом случае является источник, то есть исходник. И в контексте дихотомии возможности реальности, хотя она в определённой степени ложная, потому что реальность, в общем-то, даётся нам в образах и является одной из версий возможностей, вот опять же, отталкиваясь от заявленной метафорики. Так вот, в этой заметке, о которой я вспомнила в начале своего высказывания, говорится о том, что если раньше у возможности было требование стать реальным, то есть у возможности была заявка на реальность, то теперь, наоборот, реальность требует вернуться в собственную потенциальность, она требует снова стать возможной. И это происходит, пространство для того, чтобы как-то подступиться к реализации этого требования — это наше мышление. И я подумала, что да, конечно, ну, начиная с знаменитого примера, который все приводит, это катастрофа, произошедшая 11 сентября, когда люди не поверили в том, что они увидели на своих экранах, потому что настолько часто они видели это в контексте каких-то фильмов. И постольку, что у нас, к сожалению, на данный момент таких примеров гораздо больше. И мы можем говорить о том, что и образ трансформировался постольку, поскольку он больше как бы таковым не является, но в нём есть заложенность, это стремление, утопическое стремление снова вернуться в свою потенциальность или в конгломерат некоторых возможностей. И, может быть, с этим связано то, что вы назвали выхолощиванием, и в поэзии поэты, как те, кто активно, может быть, пристальнее остальных или наряду со многими, рефлексируют вот эти изменения, во многом катастрофические сегодняшние перемены. Вот их внимание поэтическое нацелено конкретно на этот процесс. Не создание образа, исходя из наличествующей реальности, а подсвечивание наличества реальности так, чтобы она могла совершить, по крайней мере, в нашем воображении, в нашем мышлении, какое-то движение к расщеплению некоторых возможностей, потенциальностей. Это работа воображения. И мне нравится, на самом деле, как сегодняшние молодые поэты работают, рефлексируют компьютерные интерфейсы и медиа, где образом как будто выступают отношения как таковые. То есть немножко такая структуралистская основная штука происходит, что вот образ, он становится таким динамическим, и он имеет дело с отношениями, в данном случае с коммуникативными отношениями в рамках интерфейса. И это то, что, может быть, нельзя обозначить в классическом смысле в качестве образа, но это нечто, что подключает наш аффект. И если аффект воспринимать как нечто, что затормаживает наше восприятие или наша способность к действию, либо, наоборот, как-то усиливает потребность в том, чтобы почувствовать, может быть, необходимость произвести какое-то действие, но зачастую столкнуться далее с тем, что его произвести невозможно. Что касается имён, мне немного сложно сейчас об этом говорить, потому что в связи с моей жизненной ситуацией, я, кажется, не очень много читаю современной поэзии, но мне очень близки и дороги тексты авторов и авторов, которые действительно реализируют проблемы и, в общем-то, улавливают какие-то точки наслаждения в нашей реальности быстрых коммуникаций. И я об этом уже какое-то время пишу и говорю. Это Станислава Могилёва, это Гликерий Улунов, который с большей пристальностью нацелен на рефлексию интерфейсов и алгоритмов интернета и компьютера. Долгое время я следила за таким поэтом, американским Стивом Рагенбаком, который анализировал в своей поэзии, исследовал, можно так сказать, маркетинговый дискурс. На самом деле это очень интересно и по-своему забавно. И у него был YouTube-канал, влог, по-моему, это называется, поэтический, где он монтировал всякие смешные видео. И звучали его стихи на границе каких-то дискурсов, рекламного и поэтического. И я очень люблю приводить пример из его стихотворения, где он пытается прорекламировать Луну. Мне кажется, это очень поэтический образ на самом деле. И он спрашивает, заинтересованы ли вы в Луном свете, сэр? Если нет, могу ли я попробовать вас заинтересовать? Это не точная цитата. Но учитывая просто, насколько мы сегодня погружены во весь этот брендинг, в атаку рекламных дискурсов и, кстати, образов, мне кажется, поэзия достаточно неожиданное такое, пространство для их осуществления. Но, в общем-то, мне кажется, эта рефлексия достаточно продуктивна. Спасибо. Когда ты, Катя, описывала вот этот новый неклассический тип образа, я, конечно, подумал о том, что первопроходцем, первопроходицей вот в этой трансформации ещё до появления каких-то, может быть, даже мобильных гаджетов была Ника Скандиака в русскоязычной поэзии, потому что она стала создавать вот этот неклассический образ, фрактал, где очень много на самом деле как раз-таки граней той самой потенциальности, о которой ты говорил в связи с заметкой Агамбана. Вообще Агамбан во многих своих работах как раз-таки возвращается к аристотельскому понятию возможности, потенциальности, которая в самой действительности присутствует всегда в каком-то свёрнутом, скрытом виде. И искусство, и поэзия, в частности, как раз-таки есть некоторым образом раскрытие этой потенциальности, не только потенциальности языка, но и самой действительности реальности. Так что да, я здесь скорее с вами соглашусь, хотя, тем не менее, не могу не скрыть некоторые свои тревоги по поводу того, что вообще парадигма искусства как мышление образами, не то чтобы я воспитывался прямо в этой парадигме и даже, в общем-то, занимался деконструкцией этой парадигмы и такого типа образности в своей поэзии ещё в 90-е годы, но сегодня я чувствую, что под натиском действительно новых технологий и маркетинговых технологий и вообще того, что Гид Эбор называл зрелищем, которое замещает и политику, и человеческую близость подчас, меня тревожит то, что действительно мы имеем дело по большей части с фракталами и с потенциальностями, но не с образами. И это тоже что-то начинает менять, в том числе и в нашей повседневности. Но не будем действительно уходить, может быть, далеко в эту тему, и тут, конечно же, напрашиваются не один, а множество каких-то исторических экскурсов в плане того, что такое искусство и как оно вообще меняется. Вот, давайте, наверное, в завершение нашей встречи ещё, Катя, послушаем твои стихи из книги «Версии, касая черта, волны». Их мишень, точка док, покрывается флагом скоропостижных уст, шёлк или сатин, лёгкая ликвидация встроенных GPS, ток миноритес по регионам РФ, малый шаг тыла, но ты, незаконченное стяжение информации, фотодиодные слёзы на кристаллическом кремнии, чувствительные детекторы, плавные показания, за границами сводки. К вечеру измотались, крупный план, боевики, не обученные очертанием, северная клавиша «Эскейп», ты, то есть он, сопротивляется, убегает, слышны выстрелы. «Группировки тёплого Рус-Яс, простое обязывающее молоко, декларация искажений, как я тебя, я тебя». Это цитата из «Я продвигалась сквозь форму разлома, размыкая особь сонными пальцами, видела большого пса, спрыгнувшего с южного полушария. Он нырнул в обугленную воронку, синяя шерсть, сверкающий выводок блох, разбросанных туз и там, изумлённый собачий взгляд. «Нам есть чему поучиться у собак», ты сказал. «Но какой смысл теперь во снах, в градациях состояний, в одинаковом постфиксе появления невозможных демонов, вспенивших перспективу, но так и не разорвавших слой иносказаний». Спасибо, Катя. Очень страшное и сильное стихотворение. Тоже хорошая кода для завершения нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, он был насыщенным. И мы нащупали даже, может быть, что-то новое для самих себя. Я надеюсь. Огромное спасибо. С нами сегодня были Анна Родионова, замечательная поэтесса, критик и исследовательница поэтического языка, теоретик, авторка предисловия, книги Екатерины Захарьков, версии «Волны», вышедшей в серии «Новая поэзия» издательства «Новое литературное обозрение» в прошлом году. И огромное спасибо, Катя, и тебе тоже за участие в этом разговоре и за стихи. Стихи самое главное, я думаю, что они оставляют у нас еще какой-то послезвук, послевкусие. Спасибо и до новых встреч. Большое спасибо.